Каска и ОСАГО в одном документе. Жители Тверской области смогут получить сведения о договоре автокаска на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Как это будет работать, выяснила наша съемочная группа. С 8 марта полис ОСАГО может оформляться в другом формате. Согласно указанию Банка России, страховщики будут вносить данные о наличии у автовладельца полиса добровольного страхования Каска на обратную сторону полиса ОСАГО. ЦБ определил минимальные требования к полису автокаска в случае его продажи вместе с полисом ОСАГО. Должны быть указаны риски, потери, повреждения транспортного средства. Договор может быть предусмотрен на франшизу, но она не должна быть более 20% от страховой суммы. И касается договора страхования, договор страхования добровольного не должен превышать, они должны совпадать со сроком страхования по обязательному ОСАГО. Если прекращается действие полиса обязательной автогражданки, то вместе с ним прекращается действие добровольного Каска. В то же время договор Каска можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не расторгая договор ОСАГО. Специалисты отмечают, что новый способ оформления документа сделать заключение договора Каска удобнее для потребителей и страховых компаний. Указания прежде всего для удобства заключения договоров и для страховых организаций и потребителей страховых услуг. Эти виды страхования можно заключить как в электронном виде, так и в традиционном бумажном виде. В случае, если права потребителей страховых услуг были нарушены страховыми организациями, то за их защиту необходимо обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Это возможно сделать через интернет-приемную, традиционно по почте или лично через общественную приемную регулятора.